доброго времени суток друзья продолжаем тему поста и сегодня с вами поговорим о постных кашах то есть дам напоминание о постных кашах которые у нас их очень много и это хорошо есть выбор и есть чем разнообразить пищу для себя во время поста в данный момент перед вами это и там булгур с овощами я перед этим вела прямую трансляцию о каше булгур опловиву с булгуром а сегодня а сейчас буду говорить вообще о постных кашах которые необходимо время поста употребить и разнообразить свое меню и так значит какие бывают после каши я перечислю и вкратце может где-то скажу меню то есть минут на десять и вот такое напоминание приобрести не каши какие а какие не бывают и вы сходили и приобрели еще до конца поста у нас практически месяц друзья и так по порядку итак постные каши это овсянка это гречка это перловка рис аманка полба кускус бобур кину а кукурузная пшеничная ячневая крупа а также из гороха и чечевица тоже нужно готовить так что практик да все кроме попы я вот не встречала на машине а так все они у нас продаются наших супермаркетах так что согласитесь выбор огромный так и эти каши для нашего организма приносит огромный огромную пользу так что как же можно ответить не только с овощами сухофруктами пожалуйста на ваши выборы орехи ягоды и так далее всевозможные соусы можно приготовить что разнообразить может так что и так расскажу немного постных кашек и приготовления значит ну еще так скажу что эти каши очень питательны и обладают не только клетчаткой витаминами минералами растительными белками медленными углеводами друзья это немаловажно каша это ценный продукт и при этом он низкокалорийный вот просто вот эти вот практически все каши низкокалорийны благодаря своему составу обладает массой полезным свойствами они заряжают энергию освобождают нас от шлаков токсинов укрепляет иммунитет восстанавливать после болезни работают помогают пищеварительной системы стемплируют обмен веществ улучшает состояние кожи омолаживают и способствует активацию и способствует похудению активируют активизации мозговые процессы предотвращает возглавление анемии до сердечно-сосудию заболевания очищает кровь понижает уровень христины представляете сколько всего также постные каши нужно включать свой рацион не только в пост и вам и после поста эти каши нужно че естественных нужно чередовать и каждый день есть одну и ту же кашу и так по порядочку значит вот например такая кашка перловая каша почему-то и люди не очень употребляют боятся долго на это не разваливается но сейчас много у нас всякой техники например такая техника как мультиварка она способна делать просто замечательные продукты также с перловой крупой засыпал то есть она выполняет функцию печки в старинные старинные начата дает там париться какое-то время и она будет распариваться и не надо ее замачивать как обычно раньше замачивали и так далее и тому подобное значит перловая каша шампиньонами прекрасный продукт значит но это зависит сколько вас человек там на семью на или на одного человека готовится то есть я соотношение грибов и перловой крупы то есть это на ваше усмотрение как нужно готовить сколько перловой крупы это для вас сколько для вашей семьи сколько шампиньонов и так далее я не буду вам говорить ингредиенты хотя можно и говорить далее от лук нужен здесь растительная масса соль соль по вкусу и ложка соевого соуса все это добавляется ну естественно там же есть процесс жарки немножечко попарить вот эту луковицу можем и морковочки добавить и потом все это ингредиенты эти все за делал закладываете там два стакана перловки там он у кого-то один стакан естественно и воды соответственно в общем это все по вашему то есть насколько ваша семьи сколько там читать далее вот рисовая каша можно готовить на кокосовом молоке друзья также я уговорила ее можно готовить и на овсяном и на соевом и также любую кашу далее гречневая каша с морковкой и лукой оригинальный рецепт так что девочки не забываем дальше пшеная каша с тыквой и курагой тоже оригинальный вот вот булгур с овощами вот перед вами просто на картине то же самое а здесь значит луковица болгарский перец зубчик чеснока 1 2 чайные ножки куркумы и растительное масло вот такие вот ингредиенты одно это на все на ваше усмотрение какие продукты в доме есть еще интересный такой такая каша горох каша с жареным луком можно и не жарить лук а пропарить его при помощи ну типа тушеный следующая кукурузная каша цветной капусты так что все это сейчас можно приобрести готовить пожалуйста дальше яичневая каша с маком и с медом какое замечательное блюдо так что если вы хотите все это вы можете узнать рецепт узнать все эти рецепты и готовить вот эти все все каши доставать свои замороженные овощи то есть ягоды клубнику вишня и что там еще смородина и со всеми этими кашами можно приготовить отличные будут блюда и сытость до полдня пожалуйста ты будешь сытым полдня и здоровым при даче так что вот такие вот каши и это я вам просто вкратце рассказала вот перечисла несколько каш а так можно уже все свои разнообразить просто вообще декором вот такая некая такая есть значит каша всевозможные плов из каши например не только плов можно готовить я с ней говорила из булгура обычного риса также из перловки можно готовить из пшенной каши можно готовить Поэтому, друзья, разнообразие у нас сейчас очень большое, чтобы приготовить и заменить, пока обойтись без мясных продуктов. Вот такая, что вот эта каша. Следующее, я, может, вам буду уже более подробно рецепты вот эти расскажу. Каш. Можно сделать из каш даже оладушки. Вот, например, из пешеной каши можно приготовить оладушки. Очень вкусные оладушки. И там, в этих оладушках, как таковых, как таковых, не будет, вот я просто остановилась, ну, очень заинтересовала вот этот рецепт, там не будет яиц, вы представляете? И там можно молоко заменить на соевое и так далее. Овсяное, кокосовое молоко. Так что, много рецептов. Вот, например, чечевица с луком и рисом. Ну, вот это в следующем раз я вам расскажу поподробнее о рецептах вкусных каш, постный, в постный, в пост, постные каши в пост. И как их приготовить. Сегодня я просто вкратце рассказал, что существуют такие постные каши. Приобретайте, готовьте, кушайте с удовольствием, для пользы вашего здоровья. А сейчас пока-пока. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok